Замечательный человек, я за ним как за каменной стеной, но он меня совсем не возбуждает. Семью разрушать не хочу, у детей должен быть отец. Поэтому я встречаюсь с другим, у нас бурный секс, и это помогает сохранить брак. Яркий пример защитного механизма. Рационализация – это высшие защиты психики человека, когда мы какие-то наши неблагоприятные поступки оправдываем с точки зрения логики. Вот если взять яблоко, оно с одной стороны желтое, а с другой красное. Вот мы посмотрим, оно желтое, посмотрим красное, но оно от этого не перестает быть яблоком. Так и ваше блядство, как вы его не называете, оно остается блядством. Вы можете оправдывать это сохранением семьи, спросить у вашего мужчины, а он этого хочет. Ну то есть он может вам сказать, знаешь, дорогая, да, я тебя не вывожу, но мне с тобой хорошо, терять не хочу, давай, ты будешь там погуливать. Или давай у нас, милые, с тобой будут свободные отношения, мы будем иногда друг от друга отдыхать, и если это всех устраивает, то все хорошо. Вы не сохраняете брак, вы делаете то, что вам хочется. Даже добавить нечего, абсолютно точно она все описала и назвала вещи своими именами. Единственное, что я бы хотел добавить, да, что мужчины очень часто живут в браке, и знаете, им кажется, что у них все хорошо, прекрасная семья, замечательные дети, верная супруга. И вот он живет, и живет даже не один день, да, и не месяц, а годами он может жить и даже не догадываться о том, что вот эта вот семья благополучная, которую он видит, это просто-напросто обертка, ну или мульный пузырь. Там внутри может быть либо ничего, пустота моральная, либо завернутая какая-нибудь какашка, невкусная, грязная, вонючая. То есть семьи уже как таковой нету, а мужчина все живет и думает, что все хорошо.